В Подольске прошел второй смотр-конкурс в парке Подмосковья. Всего две главные номинации. Лучший новый и лучший преобразованный парк. Награды в несколько миллионов победителям вручил губернатор Андрей Воробьев. Место выбрано не случайно. В прошлом году именно Подольск стал первым по улучшению уже имеющейся зеленой зоны. Оценить успех, перенять опыт приехали и химчане. Живая музыка и выходной в парке когда-то стояли рядом. Нина и Николай Юрьевичук хорошо помнят те времена. Коренные жители Подольска, они постоянные посетители этого места. Уже больше года находиться здесь им особенно приятно. Парк имени Героя СССР Виктора Тололихина в 2013-м стал лучшим в Подмосковье. Разнообразие просто великое. Невозможно. Калейдоскоп удовольствия. И мы рады за то, что нас не обошли и представили такую возможность порадоваться всему этому. Сейчас просто неузнаваемо изменился. Нет, он и всегда был хорошим, но сейчас очень здорово. Тогда Подольск победил в первом смотре конкурсе, поэтому второй было решено провести здесь. Точнее, это подведение итогов. Соперничество шло весь год. В нем участвовали 30 парков области. Всего две главных награды. Их победителям вручил инициатор проекта губернатор Андрей Воробьев. Так лучшим преобразованным парком стала Березовая роща в Дмитрове, а лучшим новым – Клинский городской. В качестве призов они получат 15 и 10 миллионов рублей. Все до копейки пойдет на дальнейшее развитие. Я с большим удовольствием хочу сказать, что та инициатива, о которой просили нас жители год назад, которая заключалась в том, чтобы мы кардинальным образом преобразили парки, и каждый следующий год, каждый городской парк выглядел все более комфортным, удобным, приятным для выходного дня, для летних дней, чтобы зимой можно было проводить время с семьей, с друзьями, с близкими. И эта работа очень большой и важный наш приоритет. Вообще в Подмосковье порядка 130 скверов, парков, которые мы переоборудуем, переоснастим, сделаем более комфортабельными в следующие пять лет. Смотр конкурса ежегодно собирает тысячи людей, ведь прежде всего это праздник для жителей, но посещают его и профессионалы сферы. Когда задача так точно поставлена губернатором, между парками Подмосковья даже появилось соперничество, что, несомненно, принесет только пользу. Парк замечательный, и пример есть брать всегда с чего. Программа по развитию парков городского округа Химки, она началась не так давно, но она рассчитана как минимум на два года, то есть на текущий год и на следующий год. И в планах сделать очень многое, да, планируется. То есть первоначально это спортивные объекты, спортивные площадки, замена того, что там есть устаревшего, старого и непригодного для занятия спортом на новые и современные. Ну а далее ландшафтный дизайн, детские площадки, какие-то бытовые удобства. Современный парк – это совмещение приятного с полезным прогулкой на свежем воздухе и возможность научиться чему-нибудь, например, плетение вот таких вот куколок в русских народных костюмах. Ну а те, кто устал, могут воспользоваться вот такими пуфами, присесть, прилечь, в общем, насладиться природой. Кстати, обязательное условие любого парка – это бесплатный Wi-Fi. Здесь он работает. Выставки художеств, мастер-классы, продажи произведений народных промыслов, активный отдых и пассивный. Наполнение может быть разным, а вот цель одна – дать развлечение и отдых каждому жителю города, независимо от пола и возраста. Екатерина Зайнулова, Сергей Гвоздев, Служба новостей.